КУЛЬТ ПОХОД И показы будут проходить 8 и 9 мая Проходите, пожалуйста, наши гости Вот сюда присаживайтесь Сейчас мы всех представим Да, резиденты лаборатории уже вовсю трудятся в Театре Наспасской Делают эскизы, репетируют И сейчас мы подробно узнаем о всех процессах, которые там происходят У завлита Театра Наспасской Юлии Анушай Здравствуйте, Юля Здравствуйте У нас гости в процессе рассаживаются Да, также у нас сегодня Анастасия Букреева, резидент лаборатории и драматуры в гостях Здравствуйте, Анастасия И Олег Лаевский, куратор лаборатории, театральный критик Здравствуйте, Олег Здравствуйте Реальный театр, лауреат международной театральной премии Станиславского, член экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска», обладатель французского ордена искусства и литературы за вклад в дело культуры Юля, это ты писала, признавайся Половину не перейти Я сократила, я... Самое главное Олег Семенович, как вам такие регалии, когда так... Все равно абсолютно, они ко мне имеют косвенное отношение Серьезно? Я сам по себе, я сам по себе А вы как... Я обычно представляю простой уральский паренек Итак, простой уральский паренек Олег Лаевский, здравствуйте Здрасте Отлично Я, наверное, сейчас попрошу Юлю рассказать вкратце о формате лаборатории О том, что в театре на Спасске достаточно много лабораторий проходит в последние годы И, может быть, наши слушатели не так хорошо знают Чем одна от другой отличаются Да, 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 то есть у вас есть лаборатория избранная, лаборатория монологий И вот лаборатория разбор вещей, в чем ее специфика И напомните, пожалуйста, который год она уже проходит И чем отличается нынешняя лаборатория от всех остальных У нас, к сожалению, два микрофончика, поэтому, да, придется немножко... Придется поделиться Да мы... Мы привыкли делиться в театре На самом деле надеялась прийти и помолчать, послушать гостей А, сейчас Две лаборатории, на самом деле, осенняя и весенняя Разбор вещей и избранная Избранная, это, собственно, мы берем пьесы, которые театры проскочили И выбираем постановку на текущий театральный сезон Мы делаем 10 читок, и из них выбираем какую-то одну, иногда две И в течение театрального сезона у нас проходит премьера А разбор вещей, это совсем другая Это весенняя лаборатория, в этом году она проходит в третий раз 2 мая, по-моему, да, стартовала? Да, 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 второго мы посмотрели спектакль Это я тебе ухо откусила, Светлана Баженовой Который появился в репертуаре после прошлой лаборатории И стал творческим, ну, как бы, результатом лаборатории И, собственно, разбор вещей Две вещи важно сказать Что эта лаборатория посвящена памяти Михаила Лугарова Который начинал и служил за флейтом в театре на Спасской И это режиссерско-драматургическая лаборатория Когда приезжают творческие команды, режиссер и драматург И не берут какую-то, как на других лабораториях, готовую пьесу А как бы в процессе вместе с артистами делают эскизы У меня вопрос, Олег Семенович, к вам Тема нынешней лаборатории Разборы вещей, герои нашего времени Давайте определимся с понятием У меня такое ощущение, что вы уже так давно в театральном процессе Что на своем веку героев нашего времени повидали, наверное, уже немало И его все время ищут, его все время либо находят, либо отвергают И говорят, что тема героя не нужна Ну да, это вечная тема театральная Но надо начать, прежде всего, с понятия герой В русском языке у меня два значения основных Одно значение — это просто действующее лицо Главный персонаж, да? Ну, действующее лицо А второй главный персонаж Потому что, ну, герой пьесы Это не значит, что он что-то совершает героическое Он просто персонаж пьесы Но нет же второстепенного героя, да? Почему? Мы все второстепенные герои Все герои второстепенные Нет, это в данном случае как раз не То, что вкладывалось с легкой руки Лермонтова В школьное сочинение советского времени А кто у нас герой? Герой у нас Покрышкин А кто у нас герой? Герой Юрий Гагая Сегодня время по-другому устроено И каждый выбирает сам себе героя Или даже сам себе герой И нас интересует как раз не Личность Наполеона Хотя это тоже нескучный парень А нас интересует А кто все-таки доминанта сегодняшнего времени? Кто те люди, которые его обустроили, создают Тот мир, в котором мы существуем Среди них и отчасти Либо нам приходится, если это время героев Вставать на цыпочки Потому что мы не герои В первом смысле этого слова Или приседать Потому что мы вынуждены стать Низу своего роста Чтобы сойти с этим временем И быть вот среди этих толпы героев Поэтому вот это исследование Прежде всего направлено на Понятие Кто определяет смысл и сущность Нашего времени сегодня Не индивидуально, а в массе А в массе, как понять? Как это... А вы понимаете Это очень легко понимается Вот есть общество Создает какие-то законы И вы этим законам подчиняетесь Вы же не со всеми законами Это общество согласны Так, и? И вынуждены подчиняться А кто эти законы Кто-то эти законы предложил Кто-то эти законы Внедрил в сознание народа И народ по этим законам живет То есть то, какой герой Сейчас может быть найден Коллективный Коллективный общий герой Да Вот это нас сегодня интересует Кем-то сформирован Или герой это тот, кто противостоит Или противостоит Вот в основном С этого мы начали Наш нелепый диалог Почему же он нелепый? Да все диалоги нелепые Тогда театр занимается Очень нелепым делом Это правда А надо заниматься только нелепым Потому что Все лепые дела ведут к смерти А театр Там человек умер, встал И пошел укланяться А нелепые дела тоже ведут к смерти К сожалению Хорошо Анастасия Я прочитала какое-то Небольшое интервью Которое уже было с вами Здесь в Кирове Сделано одним из порталов И там была мысль Твоя Прости, можно, но ты Да, мы с тобой довольно знакомы О том, что Ты знала заранее Тему лаборатории И у тебя уже были Какие-то мысли У тебя были уже какие-то свои Ну, не сказать наработки Да, но какие-то свои ощущения Сейчас по приезду Вы обмениваетесь Вот этими идеями Мыслями Поиском с актерами С какими-то С Юлией, с тобой, наверное Да, с кураторами Нет? Как это вообще происходит? Расскажи, пожалуйста Да, то есть Вы ищите какие-то точки соприкосновения Спорите Что происходит сейчас в театре Да, на самом деле Я очень-очень хотела отмолчаться Ага Тут все Все пришли Надежде отмолчать Все Лаевскому Да, да Слушайте, Олега Семеновича Потому что мне кажется Что драматургу В принципе вредно давать Вербальное слово То есть ему лучше писать что-то Как показывает практика По крайней мере На моем опыте Да Просто на самом деле Это не совсем, конечно, так То есть у нас были Какие-то наработки С Арсением С которым мы работаем Режиссером А как фамилия у Арсения? Давайте представим Арсения Богилев Отлично Но на самом деле Время сейчас такое Что что-то как-то сформулировать Очень четко Не получалось Очень долгое время Потому что каждый день Ты думаешь Что завтра ты не проснешься Ну просто такое ощущение Как бы у всех, я думаю У большинства людей И поэтому мы Несколько раз Меняли концепцию Чуть-чуть просят Поближе звук Режиссер Микрофончик Спасибо Да И по факту То есть у нас была Какая-то рыба Мы ее привезли И стали ее пробовать На актерах На самом деле Все лаборатории Которые проходят Совместно с драматургами И режиссерами У меня как бы Основная любовь Приходит к ним К актерам Да Мне очень нравится Действительно Искренне нравится Наблюдать как они Особенно если они Если им нравится Если они что-то приносят И поэтому Это такой как бы Очень сильно совместный проект То есть у нас есть что-то Что-то Что мы Какое-то задание им даем Идет этюд И я оттуда что-то беру Не все конечно Но очень многие вещи Я сейчас понимаю Что если вдруг Да Это куда-то не пойдет Как бы Ну вот Практически в спектакль То я это возьму Обязательно себе Куда-нибудь Никуда Ничего не пропадет Мы сейчас Так немножечко Абстрактно говорим Это Что-то происходит Мы можем немножечко Конкретики Прийти То есть вот согласна ли ты С тем определением героя О котором говорил Олег Семенович Или у тебя свои представления И что ты вообще думаешь О этой теме Дурацкий вопрос Что ты думаешь О герое нашего времени Но тем не менее О чем ты думала До начала лаборатории Как это понимание Трансформируется сейчас Что привносят как раз Актеры Режиссеры В этот процесс Ну до начала лаборатории Я думаю Что героя в принципе Уже нету То есть он до 22 22 числа был А после 22 Я его не смогла Сформулировать И все люди Которых я опрашивала А я подходила Пыталась взять вербатимы Потому что возможно Это могло Как-то стать частью спектакля Это еще до лаборатории было Да? Да, да, да Ну когда я поняла Что передо мной Герой нашего времени То есть я пошла в люди Как это часто бывает И люди Они Вопреки Как бы обычному Сценарию Они пошли от меня Ну то есть Им было очень сложно Отвечать на что-то Вот конкретное такое Вот герой нашего времени Кто-то просто говорил Его нет и все То есть невозможно было Человека Разговорить настолько Как это было Например раньше То есть люди У людей Совсем Какая-то своя Не своя Просто возникла Какая-то другая реальность И Конечно Как бы у меня есть Эти записанные Диалоги с ними Монологи в частности Да Где все приходили к тому Что героя сейчас Не может быть И что времени сейчас нет То есть в принципе И вот с этим вот Как бы было очень сложно Работать мне лично Поэтому да Я согласна с Олегом Семеновичем Насчет определения Потому что сейчас Вот просто Алексей Семенович сказал Я записала Что Возможное как бы Направление героя нашего времени Быть ниже своего роста Я об этом не думаю Я это чувствую Но я не знаю Как это сформулировать Это очень четкая Такая интересная позиция Я про это подумаю Не знаю Успею ли сейчас Наверное уже не успею Но потом подумаю Некоторое время назад Я помню В размышлениях О героя нашего времени Театральный критик Павел Руднев сказал Что у нас Сейчас эпоха Вынужденного героя То есть того Кто Никак себя не мыслил В категории героизма Под воздействием обстоятельств Да И под воздействием обстоятельств Он вынужден То есть все равно Здесь есть Какая-то проактивная позиция То есть герой Все равно Становится действующим Есть ли у вас Какое-то ощущение Действия Или вот то О чем говорит Настя Безвременье Безгеройство И молчание И молчание Ну я не скажу Что это тотально Конечно герои В каком-то таком смысле Герой Да Они есть Но если мы говорим Про какое-то коллективное сознание Например Я говорила с выпускницей Как бы школы Очень такой Интересной гимназии В Петербурге Девочке 19 лет Она сказала Я боюсь наговорить то За что меня могут посадить То есть про героя То есть возник какой-то Такой страх Даже у нее И Сейчас Герой Он настолько Он завтра может быть Не героем А послезавтра Он может быть Кем-то другим Такое чувство Что каждый день Даже этот герой Он меняется Почти каждую минуту То есть И вот Я не знаю Просто настолько Там допустим Кто-то считает Что это героический поступок Кто-то считает Что нет Вот кстати Вот эту вот Ситуацию Мы как раз С Арсением Так что еще проще Понимаешь Поскольку мы живем Сразу в нескольких Реальностях В одной реальности Это герой В другой реальности Это антигерой А в третьей реальности Это предатель Поэтому мы живем В слоенном обществе В гибридном На самом деле Это очень точное слово Когда-то возникше Все гибридное Все состоит Из очень многих слоев И ничего не определяется Каким-то одним понятием Поэтому Мне кажется Что гибридный герой Который действительно существует Это Это В разных слоях Существующий Какой-то Разных индивидуальностей По сути Если создавать героя Нашего времени То это человек Который может Беспрепятственно Проходить через все слои Но это вот Такая Вот сейчас Мне это пришла мысль Что наверное Такой герой Существовать не может То это наверное Какой-то АЗЭФ Или Ну наверное АЗЭФ Лучше всего подходит Для этого определения Чтобы во всех слоях Существовать За своего героя Поэтому тут И сложное определение И потому и лаборатория Мы же не В поисках Точного определения Мы же в процессе Непонимания У нас же лаборатория Исследовательская Нам надо понять Для кого И кого Мы показываем Кому И кого Мы показываем Потому что Герой наш в зале Он тоже герой И вот это Исследование происходит Поэтому Драматург Режиссер И артист И все рупоры Своего времени И у каждого Каждый идет В своем слое Времени Совершенно все В разных эпохах И даже при В чем я согласен Что действительно Время остановилось Оно По другим законам Стало Еще не может остановиться Просто по другим законам Но помимо Вот этого Физического времени Существует и историческое Время Тоже гибридное Просто я вот проезжаю Всю страну Не раз за год Мы живем И в середине Восемнадцатого века И в конце девятнадцатого И в середине двадцатого Большая часть страны живет А Москва-Сити живет В двадцать первом веке Это тоже Иногда даже в двадцать втором Иногда даже в двадцать втором Как приезжаешь из Кирова Конечно Вот Киров для этого Замечательный пример Потому что вот здесь Тоже такое свое Причет свое время И тут наверняка Какие-то свои Кировские герои И Киров и их герой Как-то ужасно прозвучало Киров и герой Но мне кажется Все равно Вот этот множественный герой Во множественных мирах Кстати есть Классная теория О множественных мирах И там Нет такого понимания Что эти миры Структурно подобны И есть возможность Из одного в другое Транспонироваться Поэтому Да У меня Может быть Юля К тебе такой вопрос Действительно Может быть Больше привязки Как раз К Кирову Ты же тоже Участвуешь в лаборатории То есть Есть какая-то Специфика Связанная Именно с театром Именно с городом Именно с Я понимаю Что там Ну вот актеры Да И все кто там Задействованы в процессе Но вот для тебя Лично Что бы хотелось Или может быть Что было бы важно Связано Ну конкретно С Кировым Нашим героем Да Но какие-то Вот в этом направлении Есть ощущения Для меня важно Что в принципе В нашем городе Что-то продолжает Происходить Не останавливается Время не останавливается Да Потому что На самом деле Мы же понимаем Что По крайней мере У меня Субъективное ощущение Что как только Уходит Человек Все немножко Скатывается Назад И это Постоянное Какое-то ощущение Да Как песком Вот Намыло И ушло И Вот этот Какой-то слой Классный Живой Он не Прирастает Постоянно Да А появилось Ушло Появилось Ушло В этом смысле С одной стороны Довольно Кажется Бессмысленной Наша Вся деятельность А с другой стороны Пока Приезжает Алексей Менович Пока Проходят лаборатории Пока Проходят читки Пока Как бы Это все Дает Дает жизнь Пока ты не принесешь Сам этот песок Не намоешь его Ну да Мы же понимаем Потому что Сейчас все любят Вспоминать Был Бородин Какой классный Бородин Был Клоков Какой классный Был Клоков Был Павлович Какой классный Был Павлович Но как бы Да Это действительно Но как бы В тот момент Когда они были Ну здесь Павлович был 10 лет назад А за 10 лет Не остановилось Нет Сейчас есть Егор Завтра будет еще кто-то Ну как бы В этом смысл Ну как бы продолжать Несмотря ни на что И быть Как бы вот Ну это еще вопрос Качества Понимаешь Ну да Качество чего Ну Меняются режиссеры Но режиссеры Разного уровня Они создают Совершенно разные Потоки Временные И каждый по-разному Попадает во время Театр уже занимается В только одной категории Времени Все остальное Это средства И драматург Средства И артист Средства Мы пытаемся Понять время В котором мы живем И помочь Людям Которые живут с нами В это время И У каждого времени Среди режиссеров Свои герои Сейчас мыслим Сейчас был бы здесь Боря Павлович Или не мыслим Возможно Он сейчас Бородин здесь Или невозможно Это тоже все Разные исследования Помимо этого Что и при жизни Клокова В общем Клокова Не так Чтобы очень Жаловали Да ругали Прям Я уже не говорю По Павловичу И так далее Это все нормально На самом деле Это нормальные процессы Но меняется время И Может быть Какие-то качества Которые Нужны были Павловичу Для того времени Свободы Которую он обладал Сегодня В другом времени Они бы Сослужили ему Достаточно неприятную службу Поэтому Намывать песок надо В этом весь ужас Нашего существования Мы все время Стираем и намываем Стираем и намываем Люди живут на песке И Потом делают Плодородную почву Выращивают Выращивают И выращивают Заново ничего не сносится У нас все заново И по кругу Заново И по кругу Абсолютно согласна С категорией времени Которая в театре присутствует И Я за что Например Безумно люблю Современных композиторов За то что Они говорят о том Что мы как раз Владеем временем Мы структурируем время Мы способны его Растягивать Увеличивать И контролировать его У Саши Моноцкого Есть такая классная Я знаю Знаю Вот В театре мне кажется Та же история То есть у театра Есть возможность Если он захочет Не только Фиксировать Отражать Действительность Исследовать ее Но и Создавать Создавать И Не хочется говорить Манипулировать Но каким-то образом Направлять Манипулировать Направлять Да Делать какие-то акценты Направлять и манипулировать Это однокоренные слова Ребята Нет Нет Однокорезнение У них разные У них разные Смысловая Коннотация Разная Коннотация Разная А смысл один и тот И вот в контексте героя Нашего времени Нет ли вот такого Ощущения Не знаю Опасности Желания Соблазна А создать Сейчас Необходимое Вот это вот Отсутствующее Может быть Начало Фанкинштейна Почему нет А больше Кого ты можешь создать На самом деле Я бы не Привеличивал Роль театра В жизни Любого общества Театр Это такая Маленькая Хрень Которая иногда Так долбанет Что очень многое Перевернет Может быть Так вот В этом и есть Наша задача Я считаю Что у театра Есть две Серьезные задачи Одна серьезная задача Это произвести Впечатление Только впечатление Никаких мыслей А вторая серьезная задача Как раз связана с мыслью Объяснить Что мир сложен И мир простым не будет Он будет все усложняться Усложняться И усложняться А человек хочет Простых решений И в простом мире И в этом будет Бесконечный конфликт Театра Якобы такого Некого простого человека Вот впечатления Какие герои Никаких героев нет Авторитеты Все кончились давно Все выдуманные Авторитеты Да, манипуляция Но манипуляция Театра Есть манипуляция Манипуляция Зрительским вниманием Попса Манипулируют Жестче Каждые 30 секунд Происходит событие И фокус И зритель не отрываясь Смотрит Это все Наперство Важно в целях Наши цели Действительно Произвести впечатление Связанное С эмпатией С сочувствием С пониманием Сложности мира Это очень важная категория А остальное Какие мысли Не убей Знаете, есть такая мысль Вот Как-то ее все знают И как замечательно Сказал драматург Юра Клавдия В какая часть фразы Не убей Непонятно человечеству Все понятно Какие мысли Все все знают Много тысяч лет А что это меняет? Я очень солидаризируюсь С посылом О множественности О разнообразии Об эмпатии И очень благодарна вам За то, что вы это В лаборатории И вообще в театре Наспасской транслируете Давайте теперь Немножечко К таким немного Земным вопросам Обратимся Да Когда будут показы Кто на них сможет прийти И главный вопрос Поскольку Всякие надзоры Очень любят нас слушать Возрастные ограничения Всех показов Я бы еще задал этот вопрос Тоже Юле Надо представить Тех ребят Которые приехали Три же пары Да Три пары Вперед Да Это вот Анастасия С нее начну Потому что она рядом И Арсений Фогилев Это Лиза Бондарь И она работает С Алексеем Житковским Драматургом И это Дима Лимбас И Лара Бессмертная Это просто фамилия Да Это просто фамилия Потому что Фогилев Замечательный артист Режиссер Заслуженный артист Кубани А главный он Создатель Один театр Так называемый Который изменил Лицо Краснодара А он еще и главный Режиссер Большого Краснодарского Театра В котором Тысячу сто мест И Арсений Создал Суперсовременный Театр И при этом Работает Может быть В одном из самых Консервативных театров Вот он Как раз Один из героев На свое время Анастасию Букрееву Представлять надо Конечно Как драматурга Которую Очень много Ставится в разных Городах И за рубежом И Которую много Участвует И в лабораториях Ее пьесы На слуху Ба Когда-то просто Просла пожаром По России Мы читали осенью Да Собственно Наши зрители Тоже знают Замечательный Профессионал Следующая пара Лимбас Дима Это молодой Режиссер Ученик Может быть Лучшего педагога В России Олега Кудряшова Олега Львовича Лимбас Много Участвовал В лабораториях У него есть Постановки Но он Молодой Режиссер Но Его Какие-то Пробы Пера На себя внимание И сейчас Он пригласен В специальную Лабораторию Театра нации Потому что Евгению Миронову Очень понравились Его спектакли Он хочет Чтобы Что-то там Произошло Бессмертная Ученица Как раз Паши Руднева И Дурненкова Миши И Она тоже Современный Драматург Участвует Во многих Лабораториях И Интересно Ее глазами Молодого Человека Увидеть Нашу реальность И она Завслит еще Она завлит Театр Солом У Олега Липовецкого Помимо этого Значит Третья пара Лиза Бондер Лиза Очень Такой Слово Крутой Сюда подходит Крутой Человек Режиссер Она Она закончила Оперную Режиссу Он работает И в оперном И в драматическом Театре В этом году На Золотой Маске Был ее спектакль Танцующий в темноте В Лонг-Клисте Золотой Маске Были Мещане В Питерске И Сейчас на фестивале Малых городов России Будет ее спектакль Который он поставил В Мирном То есть Она очень много ставит Очень интересно Успешно И неожиданно Последний ее спектакль Который он сделал В московском Тюзе По Фильму Пятая печать Достаточно Интересно Прозвучал В Москве И работая На слезу Мужитковским Удивительным человеком Из Низневартовска Который закончил Институт Нефти и газа И мог бы спокойно Сидеть на нефти и газе Работать в Газпроме Работать в Газпроме А он Пишет пьесы Его пьесы идут Практически В половину России Особенно пьесы Горка И Посадить дерево И еще много-много-много пьес Он делает сейчас Большой проект В коме В Оркуте В коме Округе И Вообще Закончил в ГИК Как сценарист И киновед То есть это Действительно Команды собраны Очень разных Интересных людей И что у них получится Мне интересно Безумно Потому что Опять же Через них Я должен понять Что-то Того, чего Я не понимаю Это самое интересное Спасибо, Олег Семенович Такое подробное объяснение Я еще добавлю Что Настя Букреева Это мой любимый Драматор Числа Когда что будет Я не помню Числа, пожалуйста Восьмое и девятого Да Три показа В двенадцать часов В шести В два часа Девятого Но как бы Билетов на Две читки Из трех Точно уже нет Это на восьмое На вечер восьмое Нет И на девятое По-моему Ну то есть Это у нас Четыреста мест в зал Понятно, что На лабораторию Мы продаем Небольшое количество билетов Потому что это каждый раз Разное пространство Часто непредсказуемое Как в прошлом году Меняли Да Ушли Наверх в двадцать шестой Где художник Да То есть мы не знаем Когда начинаем лабораторию Что будет Какое пространство И поэтому На две читки Точно уже не попасть На одну из них Но это надо На сайте посмотреть И возрастное ограничение Восемнадцать плюс Не ошибемся У всех На всякий случай Чтобы Хорошо То есть дорогие радиослушатели Вы еще можете На некоторые читки Успеть приобрести билеты И у нас Завтра Седьмого числа Приезжает еще один участник Клаборатории Мила Данева За флейтранта Будет лекция Да Будет лекция На лекцию Точно можно попасть В Герценке В библиотеке Герцена В шесть вечера Мила будет рассказывать О современном театре И истоках Ну то есть Какие формы Современного театра Откуда произросли Вот И тоже возрастное ограничение Нужно Для лекции Да Двенадцать плюс Хорошо Юля так уверена Ну сейчас приходится Уже ну как А мы сказали время Во сколько В шесть Начало в шесть Вечер Вот тоже можно Завтра сходить То есть завтра Герценка А восьмой и девятый Театр нас спас Да Ну что У нас еще есть время До рекламы А я сейчас посмотрю Пытаюсь на сайте Как раз посмотреть Остались ли билеты У нас на самом деле До рекламы осталась Минутка с небольшим Поэтому мы можем Сейчас озвучить призы Убежать на перерыв Начать разыгрывать А в перерывах Между вопросами Еще поговорить Да, у меня просто Озвучивайте и на рекламу Хорошо Пригласительные На любой фильм И сеанс В кинотеатре Сменная дружба Мы традиционно разыгрываем Книги от магазина Читай город Подожди, подожди Можно я первую книжку Прочитаю Юле понравится Роман Сенчин Ну левые Это очень грустно Очень глубоко Очень безальтернативная Проза двухтысячных Восемнадцать плюс Юле понравится Ольга Мея Отц Книжки на вырост Любимые детские авторы Со всего света Книга-энциклопедия О детских писателях Увлекает как Авантюрно-приключенческий роман Я поражаюсь Почему у нас до сих пор Эту книгу не забрали Двенадцать плюс Возрастное ограничение Но мне кажется Что взрослым Она будет намного Интереснее, чем детям Следующая книжка Елена Соковенина Петя Осликов Продолжает Хотеть как лучше Чудесная книга О взаимоотношениях Родителей Их растущего ребенка Шесть плюс И напоминаем Что эти другие книги Вы можете приобрести В торговом центре Театро В торговом центре Крым В торговом центре Максима Луганская И в торговом центре Фестиваль В магазинах Читай город В магазинах Читай город Да Ну и конечно же У нас есть еще Пригласительные на выставку Арт-Вятков Галерея прогресса Возрастное ограничение Шесть плюс И два пригласительных О которых сейчас расскажет Юлия Инушай Да, они уже у меня На двух человек пригласительные На спектакль Унтиловск Девятое мая Восемнадцать часов Вот Да Спектакль премьера Которая буквально Неделю назад была Тебе по-моему Билетов не досталось Да? Мне все досталось Мне все всегда достается Так Пользуйся рекламу Культ поход Тот кто задает вопрос Это снова Культ поход В эфире Здравствуйте Еще раз все А сейчас мы Приступим к розыгрышу Наши дорогие гости Подготовили вопросы И будут задавать их А вы дорогие слушатели Звоните по телефону 201-101 Отвечайте на них И выбирайте Те призы Которые вам понравятся Я напомню Что у нас сегодня Театр на Спасской У нас сегодня Галерея прогресса У нас кино И книги И первый вопрос От Олега Семеновича Ну если нам предложили Задавать вопросы Можно Связанные с личностью Миши Угарова Замечательного человека Которому посвящена Лаборатория Да Которому посвящена Лаборатория В бытность Завлитом Он здесь писал Инсценировки И вот Какую первую Инсценировку Написал Михаил Угаров И спектакль Который Шел на сцене Театра Режиссер Могу сказать Фамилию режиссера И соавтором В то время Это режиссер Витгоп Может быть Дадим варианты ответа Три варианта ответа Пожалуйста Молодая гвардия Как закалялась Старел И щелкунчик Итак 211-101 Те кто помнят Те времена Или те кто Может очень быстро Загуглить Это не загуглить Это не найти Нигде Это гуглить Беспонятно Это можно либо угадать Либо знать Наверное Ну что ж Можно да Понадеяться на удачу И отгадать Правильный вариант ответа Либо на логику Либо на логику У меня вот логика Как-то не срабатывает В отношении этих вариантов А годы мы примерно Не обозначили Пожалуйста 83-й 83-й Значит Молодая гвардия Как закаляла сталь Либо щелкунчик У нас уже есть слушатель Добрый день Алло Как вас зовут Здравствуйте Алло Как вас зовут Здравствуйте Это Александр 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 Я предположу Что это щелкунчик Правильно Ответ верен Да Александр А вы предполагали Именно да То есть вы не знали Правильного ответа Интуиция Интуиция У вас отличная интуиция Поздравляем вас Какой приз вы хотите Книжка про нулевые Книжка Романа Книжка Наконец-то Не досталась она тебе Наконец-то Спасибо вам большое Потом в следующий раз Позвоните Расскажите как вам Поздравляем Итак Следующий вопрос С первой попытки С первой попытки Да Следующий вопрос Юлия Янушай Да Вопрос тоже будет Про Угарова Собственно Звучит он так Что общего У Угарова И у Лермонтова Ого Классный вопрос Ой А я знаю Конечно Все тут Никто не подсказывает 211 Никто не подсказывает Очень простой вопрос Даже мне кажется Люди которые Может быть не очень близко К театру То есть я смухлевала Ну все Отлично Отличный вопрос Аня Не подсказывает Не подсказывает Не подсказывает Не подсказывает Ну не смогу Две руки Есть звонок Добрый день Как вас зовут Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Андрей Очень приятно Андрей Ваш ответ Может быть имя Нет Это Как нет А мы тоже подумали Саня Что это Как нет Вообще я думала Отчество Слушай Близкие Близкие Да Давайте мы засчитаем Имя и отчество Имя и отчество Что ж Вы правильно ответили Мы засчитаем Какой приз вы хотите Книжки на вырост Книжки на вырост Отлично Они ваши Поздравляем вас Спасибо за звонок Так едем дальше 211 101 номер телефона Для розыгрыша Я напоминаю Что у нас осталось Да Это пригласительные Наспиток Люнтиловск 9 мая 18 часов Театра Наспаской Это пригласительные В кино В дружбу или смену И это книга Елены Соковениной Петя Осликов Продолжает хотеть Как лучше Книга о взаимоотношениях Родителей Их растущего ребенка На самом деле Хорошая книга Очень Симпатично Оформленная Пригласительные В галерею прогресса Мы еще разыгрываем На выставку Арт-твятка Настя, дорогая Ты успела придумать вопрос? Итак, вопрос Вопрос от Анастасии Букреевой Тоже связан С Михаилом Угаровым Кто придумал Вербатим? Ого Сложный вопрос Для тех Кто может Не погружен В театральный процесс Да это еще Надо, наверное Человеку понимать Что это такое А может Уточним Это российское Прогублит Это как раз Победхогублит Хорошо Это для тех Кто умеет Быстро-быстро-быстро Пользоваться смартфоном Получается Если не знает Правильного ответа Ну хотя бы В общих словах А давай пока расскажем Что же такое Вербатим Может быть Есть слушатели Документальный театр То есть Когда мы берем Интервью Например У человека Драматургическая техника Да И используем Живую речь Практически Не меняя ее никак И создаем Из этого пьесу На какую-то тему То есть То, чем сейчас Как раз занимаются Драматурги Отчасти на лаборатории Это и есть Вербатим И пожалуйста Скажите нам Слушатели Кто же придумал Эту технику Есть у нас Желающие ответить Добрый день Как вас зовут? Сергей Да, Сергей А смелюсь предположить Что британцы Вы засчитываем этот ответ Или это слишком общее Это общее Но в принципе Я думаю Что засчитывать можно Конечно Можно, да? Да А более конкретно Сергей Вы не скажете нам, да? Как-то Конкретно более Не опишу Понятно Настя, расскажи, пожалуйста Я не расскажу Потому что я тоже не знаю Что у меня Вербатим Связан исключительно С Михаевым Как бы То есть И то, что это британцы Я узнала И так далее Театра Тревел Она Я вчера ее называл Фамилией Я вообще не забыл Так Гугли Гугл в помощь Кто из вас троих вспомнит Я приз подарю Я тебя вспомню Хорошо Мы засчитываем ваш ответ Поскольку мы тут Все сами не помним Эту фамилию Какой приз вы хотите? Билеты в кино В смену или в дружбу? Куда? В смену? В смену Хорошо, Сергей В смену билетики Достаются вам Они ваши Спасибо вам Звонок Всего доброго Сколько у нас осталось? У нас еще есть время На то, чтобы разыграть призы Если наши гости готовы Придумать еще Олег Семенович смотрит Так А вы имеете? Нет Я выиграл приз Пока сидел У железных дорог Вопрос Быть или не быть Вот в чем вопрос Отлично Чья это фраза? Чья? Хороший вопрос Гугли День радио 211-101 Ну что ж, ждем Дорогие радиослушатели Давайте, давайте Кто первый ответит То, мне кажется Сейчас должны сразу же Позвонить Просто мгновенно Да, я слышу Да, уже есть звонок Если подвоха, конечно Не ждут Так же, как с Лермонтовым Слушай, я в данной ситуации Буду приветствовать Только какую-то Свободную интерпретацию И Добрый день Как вас зовут? Алифтина Да, Алифтина Какой ответ Вы нам дадите? Экспира, Гамлет Да, абсолютно верно Засчитываем 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 Или не засчитываем А-а-а Алексей Милович без наушников А я и без наушников А какой вопрос? Твой ответ Или не быть Твой ответ Повторите, пожалуйста Для Алексея Так Ответ Повторите свой ответ, пожалуйста Ир Гамлет Логично Слушайте, трудно спорить Вот это знание Спасибо Олег Клаевский принял ваш ответ И мы подарим вам приз Какой вы выберете Да, Алифтина Мне хотелось бы книгу Но вот не знаю Можно быть К редактору Чтобы У нас остался Петя Осликов У нас осталась Да, одна книжка Какая? Петя Осликов Продолжает Хотеть как лучше Ну или я могу Подарить вам еще Английский детектив Гладис Митчелл Дьявол И Саксон Ол Поспеши смерть А, ну прекрасно Вы любите детективы? Хорошо Что ж, эта книжка За вами Спасибо большое вам Вам спасибо за звонок Всего доброго До свидания Я не готовилась Разыгрывать эту книжку Поэтому я сейчас Буду искать очень долго Какое у нее Возрастное ограничение 16 плюс Чтобы Роскомнадзор Нас не наказал Звукорежиссер Нас просит Поторопиться Да, да, да Хорошо Напоминаем еще раз О чем мы сегодня Рассказывали Лаборатория Разбор вещей В театре на Спасской Вот сейчас Прямо она идет 8 и 9 числа Будут показы Показы эскизов На сайте Есть расписание Там говорят Есть немножко билетов Можно еще Попробовать успеть Вот И завтра В Герценке Будет лекция В 6 часов вечера Туда вход свободный Или нужный билет? Туда вход свободный Лекция Милодневой Да По современному театру Отлично Спасибо большое Нашим гостям Олег Лаевский Анастасия Букреева И Юлия Нушай Это мы с Гульнарой Гариповой Культпоход Сворачиваем До свидания Спасибо До свидания Культпоход Культпоход